Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Сегодня в нашей программе. Самоотношение или как мы относимся к себе. В рубрике «Книжная полка» знакомство с книгой Ильи Щеглова «Тайны почерка». На вопросы телезрителей ответит психотерапевт Марк Сандомирский. В рубрике «Рецепты счастья» рецепт от Юлии Свияж о том, как перестать держаться за старое и открыть дорогу новому в своей жизни. Мы привыкли уделять достаточно времени и внимания нашим отношениям с другими людьми, ведь это во многом влияет на нашу жизнь. Специалисты же утверждают, что не менее важно для каждого из нас правильно и хорошо относиться к самому себе, потому что когда человек находится в ладу с самим собой, его жизнь благоприятна и успешна. О том, что такое самоотношение и как мы обычно относимся к себе, и о том, как желательно относиться к себе, наша сегодняшняя программа. Каким представляет себя каждый из нас? Хорошо бы узнать, есть ли в этом хотя бы доля правды и определить, как мы относимся к своей настоящей личности. Современная жизнь практически не оставляет нам времени для того, чтобы разобраться в истинном положении дела. Мы постоянно находимся в цейтноте, предъявляем к себе слишком высокие требования и совершенно не считаемся собственными потребностями. Постепенно мы перестаем слышать свой внутренний голос, а ведь от этого зависит умение правильно воспринимать себя и адекватно реагировать на происходящее. Если мы видим в себе одни недостатки или наоборот незаслуженно превозносим свои достоинства, то рискуем не разглядеть свое истинное лицо и представлять себя совсем не такими, какие есть на самом деле. Такое поведение во многом зависит от недостатка самоуважения, поэтому следует признавать свои достоинства и относиться к себе с любовью, уважением и одобрением. Конечно, это не означает, что самокритики не должно быть, просто она должна быть конструктивной. Если же самокритика не окрашена негативными эмоциями, мы сможем достичь поразительных результатов и с ее помощью лучше узнать и усовершенствовать себя как личность. Итак, тема нашей программы сегодня – самоотношения или как мы относимся к себе. У нас в гостях профессор кафедры практической психологии Московского института открытого образования Виктор Эдуардович Пахальян. Пахальян Виктор Эдуардович – профессор кафедры практической психологии Московского института открытого образования, кандидат психологических наук. Как участник группы по разработке и созданию концепции психологической службы образования и ее внедрения в практику, был награжден премией президента России. Автор более 80 публикаций по вопросам детско-возрастной и педагогической психологии, учебных пособий по психологии развития и психологическому консультированию. Активно занимается редакторской деятельностью, как редактор сотрудничает с издательством «Питер» и журналами «Практическая психология» и «Психологическая наука и образование». Здравствуйте, Виктор Эдуардович. Здравствуйте. Самоотношение или как мы относимся к себе? Звучит немного странно. Отношение к людям, понятно, что это такое. Отношение к работе, к семье, а к себе? Мне кажется, многие скажут нож к себе. Это я, конечно же, отношусь очень хорошо. И тогда о чем здесь разговаривать? Так ли это на самом деле? Скажут, конечно. А как же сейчас? А что скажут психологи? Да, ну, не все, что говорит человек, является на самом деле. Конечно, человек чаще всего говорит о себе только позитивно, и это правильно. А на самом деле это так или не так, мы можем обнаруживать на каждом шагу. То есть человек лукавит, когда говорит, что я к себе отношусь хорошо? Я бы сказал так, он слишком обобщает. Например, если я говорю, что я отношусь к себе хорошо, это означает, что у меня сейчас нет никаких поводов для того, чтобы отвечать вам по-другому. Но на самом деле я не знаю, как я отношусь к самому себе, я не задумывался, например. Это просто дань вежливости. Я отвечаю, отлично, у меня все хорошо. Тогда что такое самоотношение, и как мы обычно относимся к себе? Самоотношение, оно не появляется ниоткуда. Оно появляется с раннего детства, благодаря тем, кто его окружает. Изначально это отношение к тому, что я есть. Все зависит от того, как формировался этот человек как личность, в каких отношениях он был со своими собственными родителями, с ближним окружением. Потому что мое отношение ко мне зависело от того, как ко мне относились люди, и как они мне показывали образцы такого отношения. Ну, знаете, есть поговорка, скажи человеку сто раз свиня, он захрюкает. И в этом смысле моя самооценка формируется в зависимости от того, что я слышу в раннем детстве о себе. Если я слышу он такой сякой-расякой, у меня формируется образ себя и отношение к себе как к такому сякому-расякому. Как вы относитесь к себе и довольны ли вы собой? Отношусь к себе положительно, достаточно довольна. Какие-то свои качества хочу развивать. То есть сделать себе такую заметку, чем надо заняться мне в ближайшее время. Человек не может все устраивать в себе на то, на человек, чтобы как-то совершенствоваться постоянно. Поэтому в какой-то степени да, в какой-то нет. Как я к себе отношусь? Я все время стараюсь задумываться, понимаете. Но когда есть дети, об этом нет. Понимаете, я задумываюсь всегда о себе, но чуть-чуть стараюсь о себе задумываться иногда, когда надо похудеть к весне. Вы знаете, на самом деле, то есть есть же поговорка, то есть вот поступай по отношению к людям так, как бы ты хотел, чтобы они поступали по отношению к тебе. Если ты по жизни несешь позитив, то и вокруг тебя люди и друзья оказываются позитивные. Каким должно быть самоотношение человека? То есть каким должно быть отношение человека к самому себе в идеале? То, что, так сказать, можно озвучить как раз в определении самоотношения. Ну, самое большое, такое общее слово адекватно. То есть должно совпадать то, что на самом деле, с тем, что я говорю о себе или с тем, что я демонстрирую, например. Если я говорю, что я успешный, а по факту вряд ли можно назвать успехами то, что у меня есть в данном возрасте, это значит, я либо не знаю о том, что такое на самом деле, что такое факт, да, либо я приукрашиваю действительность. Либо я действительно не владу самим собой, и поэтому вот одно моё я говорит это, а другое моё я шепчет мне на ухо, врёшь, врёшь, врёшь. И благополучие, внутреннее благополучие – это часть моего ресурса. Если там всё согласовано, адекватно, то я ресурснее, эффективнее и, естественно, успешнее могу быть. А каким проблемам может привести рассогласованность с собой и невнимание к этому своему внутреннему состоянию? Мы же обычно к себе относимся, знаете, как достаточно лениво. Ну, самая такая распространённая проблема – это неадекватное поведение, когда все видят, что ты на самом деле, а слышат, что ты говоришь о себе. И в этом смысле тебя либо воспринимают как странного человека, либо как лживого человека, либо человека, который неадекватен и так далее, и так далее. То есть нарушение отношений. Люди начинают на тебя как-то по-другому реагировать. То есть это может привести к проблемам нарушения отношений. Да, это вот наиболее распространённо или явно, да, вот. Человек не контролирует это, оно у него рассогласовано, и он не понимает, почему у него нарушаются отношения с другими людьми. Насколько человеку важно и необходимо выстраивать отношения с самим собой? Ну, я считаю, что важнее этого вообще нет в психологическом плане для человека, потому что если он не в ладу с самим собой, вряд ли он может быть в ладу с миром, с остальными людьми, с кем бы то ни было. И вот самое главное для него – начать с того, чтобы установить причины. А почему он не в ладу с самим собой? О причинах мы поговорим через несколько минут. А сейчас в эфире рубрика «Книжная полка», где нас ожидает знакомство с книгами, полезными для жизни. Сегодня я хочу познакомить вас с книгой «Тайны почерка». Книга несколько раз переиздавалась в издательстве «Питер» и уже успела стать бестселлером. Ну и что скажет читатель? Изучили вы свой почерк, в поте лица трудились над 100-страничным самоучителем по графологии Ильи Щеглова. А дальше? А дальше вам достаточно краем глазах взглянуть на то, как пишет ваш начальник, и оценить нажим, наклон, розчерки, штрихи. И если у вашего начальника почерк круглый, а у вас угловатый, то у вас есть шанс. Как по секрету сообщает автор книги, у начальника с круглым почерком очень мало лидерских качеств. Выводы по поводу своих шансов делайте сами. Теперь о супружеской совместимости. Ваш муж все время холоден и замкнут. Неужели семья превратилась в формальность? И тут на столе лежит сухая записка. Ровные буквы, наклон назад. Вот какое открытие можно сделать после 10 лет совместной жизни. Человек, пишущий с наклоном влево, очень чувствительный и даже влюбчивый, но привык он свои чувства прятать и держать под контролем. Правда ведь на душе становится теплее, когда почерк перестал быть тайной за семью печатями, а могли всю жизнь прожить, так и не поняв друг друга. Польза от графологии очевидна. Отдельно внимание заслуживают рисунки на полях. Рисуете на полях блокнота в кружочке, вы гибкий, контактный, но ранимый. Квадратики наоборот замкнуты и эмоционально устойчивы. Что бы ни рисовали на полях своих записей, деревья, домики, цветочки, все это очень красноречиво характеризует ваше внутреннее состояние. В общем, изучайте эту нескучную тайнопись по книге Ильи Щеглова, которая открыла целую серию в издательстве «Питер. Тайны почерка». Итак, продолжаем нашу беседу о самоотношении или о том, как наладить отношения с самим собой. У нас в гостях профессор психологии Виктор Эдуардович Пахальян. Виктор Эдуардович, быть всегда недовольным собой – это плохо. И недовольство – это одно из проявлений несоответствия внутри себя. Означает ли это, что быть всегда довольным собой – это хорошо? И возможно ли для человека вообще быть всегда довольным собой? Потому что всегда недовольных собой людей достаточно много. Ну, во-первых, любые крайности – это плохо, да? Вот как быть всегда недовольным, так и быть всегда довольным – это, во-первых, практически нереально, но любые крайности в данном случае неэффективны. И вот в меру критичным, в меру объективным, в меру адекватным – Это означает, что всегда есть какая-то мера, какая-то норма, да? И эта норма внутри меня, во-первых, и, во-вторых, есть люди, которые мне эту норму задают извне. В этом плане я могу себя вести адекватно, то есть, если я назвался груздем, полез в кузов, да, вот, назвался учеником, выполняю, играю роль ученика. И могут быть неадекватны. Например, я думаю, что я лучший ученик, а на самом деле я не самый лучший ученик. Я думаю, что я лучший психолог в мире, а на самом деле далеко не самый лучший. И вот это рассогласование полюсов, да, моего идеального и моего реального, оно является главным в решении проблемы для психолога. Тогда что происходит? Почему человек не ладит самим собой? Вот каковы причины вот этого разлада внутри человека, неудовлетворенности его собой? Ведь иногда, казалось бы, внешне очень благополучный человек, которому все окружающие завидуют, потому что действительно всё хорошо со стороны, но он может быть реально недоволен собой. В чём здесь проблема? И напротив, человек, который с виду, ну, казалось бы, полностью может казаться несчастным, неудачником, а у него всё самим собой как раз в полном порядке. Ну, вот тут очень важно то, что Вы сейчас обозначили. Есть то, что называется вовне, очевидно, видно, и есть то, что скрыто, то, что моё. Да, вот я как психолог занимаюсь тем, что скрыто. Я занимаюсь этой вот тайной, которая внутри. А успешность, карьера, деньги, там, атрибуты какие-то, это то, что не имеет отношения, собственно, к психологии. И в этом смысле человек, который для людей вроде бы успешен, он может быть недовольным собой. Для нас это абсолютно нормально, да. Какие события в Вашей жизни могут Вас заставить начать задумываться о себе? И что это за события? Что должно произойти? Что должно произойти? И, наверное, когда останусь одна, когда дочь выйдет замуж, вот, наверное, я задумываюсь. И больше, наверное, ничего не заставит. Должны произойти именно плохие события в жизни. То есть должны предать друзья, должны обязательно предать любимый мужчина, обязательно. Я Вам честно говорю, должны предать партнёра по бизнесу. И очень круто предать. Я Вам честно говорю, то есть вот в жизни, когда ты начинаешь понимать, для чего ты живёшь, то есть действительно должны быть какие-то несчастья, которые принесут действительно истинное счастье истинных людей. Смерть близкого, так это, наверное, болезнь, отдых, то есть командировка, то есть когда появляется там свободное время. Иногда вот люди, бывает, обижают, и начинаешь думать, ну вот я тот человек, который, прежде всего, начинает искать что-то в себе, понимаете. Поэтому как бы, и потом начинаешь разбираться, надо всё прощать, надо всех любить, надо всем помогать. И, соответственно, становится жить гораздо легче. В чём заключается вот это рассогласование внутри каждого из нас, что мешает нам жить хорошей, полноценной и счастливой жизнью, и быть довольным этой жизнью, радоваться ей, что самое главное? — Часто вот то, что мы делаем, не совсем то, что я хотел бы делать. И это и есть как бы факт, от которого никуда не уйти. Мы так устроены, так устроено общество, что есть слово «надо», «должен», требования профессии, требования ещё чего-то такое. И я не могу быть всё время в ладу самим собой, потому что я хочу одного, а реальная жизнь, как один сказал мой знакомый, жизнь всегда богаче наших планов. — То есть быть иногда не в ладу самим собой — это нормальное состояние для человека? — Конечно. — Тогда возникает следующий вопрос. Где граница дозволенного? Насколько каждый человек может позволить себе быть не в ладу самим собой, коли это нормальное состояние до какой-то степени? А в каких-то случаях и насколько не может себе позволить? — Ну, вопрос границ — это опять очень тоненький вопрос, такой тоненький-тоненький, прозрачный. Почему? Потому что границы опять мои же границы, это моё психологическое пространство. И если говорить о зрелом человеке, он уже знает, что он может себе позволить, что он не может себе позволить, что он начнет его разрушать, то есть разрывать изнутри, когда он будет делать одно, а внутри думает другое, чувствует другое. Если человек теряет контроль над этим чувством, над тем, что ему говорит внутренний голос, и над границами, которые у него есть, он становится деструктивным, неэффективным. То есть получается, что границы только внутри нас. Никакой специалист извне, тот же психолог, не сможет привести в порядок, скажем так, вот этот диапазон внутреннего отношения человека к самому себе и соотношения вот этого хорошего и плохого. То есть получается, сам себе психолог, и разбирайся в себе сам. Нет. Как раз психолог может помочь человеку. Что бы ни происходило с человеком, он всегда может либо избежать это, либо предупредить это, либо избавиться от этого. И это имеет прямое отношение к тому, чтобы начать выстраивать правильные отношения с самим собой. Да, конечно. Об этом мы поговорим через несколько минут, а сейчас настало время рубрики «Вопросы к психологу». Сегодня на вопросы телезрителей отвечает кандидат медицинских наук, психотерапевт Марк Сандомирский. Сегодня из нашей обширной почты мы выбрали следующее письмо. Вот что пишет нам Татьяна. В ваших передачах вы так много говорите о помощи в исполнении желаний людей. Скажите, а как вы можете помочь осуществить то, что кажется неосуществимым? И говоря об этом, нужно начать с того, что ответ на ваш вопрос уже прозвучал в самом вопросе, и связан он со словом «кажется». Первый шаг заключается в том, чтобы прислушаться не только к своим сознательным мыслям, но и своим скрытым подсознательным возможностям. И тогда желание может становиться более осуществимым. Шаг номер два заключается в том, что в процессе поиска внутренних скрытых резервов и возможностей снимаются, устраняются внутренние препятствия и психологические барьеры, из-за которых человеку очень часто именно кажется, что он не способен добиться желаемого. Шаг номер три. Когда вы начинаете прислушиваться к своим подсознательным скрытым возможностям, ваше подсознание дает вам интуитивные подсказки и сигналы, помогающие разрешить внешние жизненные противоречия и приблизить ваше желание к реальной жизни. И, наконец, когда ваше желание становится предметом обсуждения других телезрителей или читателей нашей газеты, в которой они могут быть напечатаны, вы соприкасаетесь, и для подсознания это тоже очень важно, с общей заочной психологической поддержкой, то, что, я надеюсь, вы можете почувствовать уже и сегодня, прямо сейчас, и запомнить, как это происходит, и как можно чаще возвращаться к этому в ваших мыслях и чувствах. Так, чтобы все то, что ранее казалось вам неосуществимым, стало, наконец, для вас доступным и реальным. Итак, переходим к практической части нашей программы. Мы говорим о том, как научиться ладить с самим собой и что для этого необходимо. У нас в гостях профессор психологии Виктор Эдуардович Пахальян. Итак, вы назвали три ключевых слова, которые необходимы для того, чтобы человеку научиться выстраивать отношения с самим собой. Это избежать, предупредить и справиться. Что означает каждое понятие и какие действия необходимы? Ну, каждый человек рано или поздно в своем опыте начинает четко фиксировать те ситуации, в которых ему очень неприятно. То есть это не его, это вредно, это разрушает его, это заставляет его быть не самим собой. Поэтому слово «избежать» означает избегать таких ситуаций. Если ты их знаешь, зачем туда ты идешь? Просто не ходи туда, не делай этого, не встречайся с этими людьми. Изолируй себя от этого каким-то образом. А если это невозможно, Виктор Ильич? Ну, это редко бывает, что человек никак не может избежать этих ситуаций. Тогда, естественно, есть то, что мы говорим, их можно предупредить. К этому надо готовиться. Готовиться начинать, естественно, с самого себя и с тех средств, которые могут быть конструктивными в этой ситуации. Например, какие-то средства поддержки. И то, что мы называем «справиться», это уже владение конкретными средствами. Каждый из нас может овладеть всем тем, что сегодня имеет история человечества. Начиная от древней йоги и кончая современными психотехниками, которым вас может обучить любой практический психолог. То есть это конкретные действия, какие-то системы, техники, упражнения. Это система упражнений, это система действий. Это такая вот психогигиена, я бы сказал. Которая позволяет услышать себя самого, увидеть и услышать свой внутренний мир, понять себя самого и тем самым наладить отношения с самим собой. Позволяет вот этот фокус направить туда, где видно, в каком ты отношении с самим собой. Позволяет тебе владеть средствами, с помощью которых регулируется это отношение с самим собой. Ваш рецепт. Что нужно делать, когда человек недоволен собой? А что надо делать? Это все, знаете, зависит от нас, от человека. Понимаешь? Как ты недоволен? Солнышко, радуйся, хорошо. Боже мой, ну что там, обманули там где-то тебе в магазине, или кто-то там в метро на тебя нажал. Ну прости его, ладно, боже мой. Ну я радуюсь каждому дню. Стараюсь присмотреться к себе в зеркало, смотрю. Критикую себя. Я работаю обычно, то есть еще больше работаешь и как-то оправдываешь свои плохие поступки. Подарки близким делаешь. Знаете, я что бы посоветовала бы? Вообще, в принципе, у каждого человека, наверное, должны быть друзья. Мне так кажется, да? И вот когда появляется плохое настроение, не надо вот в саму себя заходить. Нужно пригласить там парочку, несколько хороших друзей, приготовить вкусный ужин своими руками. То есть, ну как бы, если человек это любит, я люблю это дело там. Ну то есть, и посидеть в хорошей душевной компании. Вы, наверное, видели, в фильмах иногда, в американских особенно, герои подходят к зеркалу и говорят про себя только хорошее, да? Таким образом, эта техника, да, они настраивают себя на позитивное отношение к себе, на хорошее настроение и на эффективность. Это не означает, что они всегда так думают, потому что само применение упражнений говорит, что он не был в этом состоянии до этого момента. Но его кто-то обучил, и он подошел и начал это делать. И иногда это действительно вот для этих людей оно работает. И это не является рассогласованностью, о которой вы говорили. То есть, допустим, человек некрасив, но перед зеркалом он каждое утро себе говорит, какой я красивый. Есть такое понятие красивое, даже два понятия, конгруентность и аутентичность, да? Они означают именно согласие, согласованность того, что человек... Ну, если я говорю, ой, как я вас люблю, ой, как я вас люблю, я не конгруентен, да? Посмотрите иногда на людей, они это делают. То есть, головой показывают отрицательное, а словами говорят положительное или позитивное. Очень важно не забывать о том, о чем я говорил вначале, о том, что в человеке заложена эта двойственность. Он, с одной стороны, природное, живое, биологическое существо, а с другой стороны, культурное. И есть то, что связано с внешним поведением, с знаками, которые нам дают для того, чтобы мы были адекватны, дали те правила, примеры вокруг нас. И есть то, что внутри меня. И в этом плане не забывайте о том, что тот, условно говоря, внутренний голос, который вам постоянно о чем-то напоминает, это часть вашего «я», это часть вашего опыта. Он, часть вашей природы, он в этом смысле не может ошибаться. Он ровно столько говорит, сколько может сказать ваш опыт, сколько можете сказать вы. Надо только научиться его слушать. Да. И слышать. Есть люди, которые его не слышат, есть люди, которые его не слушают, есть люди, которые с ним спорят. В заключении нашей программы, ваше пожелание нашим телезрителям? Я бы пожелал всем доверять самому себе. Будьте самими собой, доверяйте себе, и у вас все получится. И богатыми будете, и успешными, и довольными самим собой. Спасибо огромное. И по традиции, в заключении нашей программы, рубрика «Рецепты счастья», где нас ожидают рецепты на все случаи жизни, от профессионалов и не только. У каждого человека за его жизнь дома скапливается огромное количество старых вещей. Это может быть одежда, это могут быть вещи домашнего обихода, это может быть бытовая техника, это может быть посуда. Я называю это все барахолка. Что такое барахолка? Барахолка – это вещи, которыми вы не пользовались уже больше года или, может быть, больше двух лет. И вот эти старые вещи, они имеют свойство захламлять наше пространство. Захламление происходит постепенно и очень незаметно. Вы можете сами пропустить тот момент, когда ваша чистая, уютная и просторная квартира, ну, может быть, не очень просторная, но, тем не менее, там, где есть жить, вдруг превращается в склад стратегических запасов ваших старых вещей, которыми вы давно-давно не пользовались. Эти вещи жалко выкинуть, а пользоваться уже этими вещами сложно, потому что на их место пришли другие вещи новые, которыми вы пользуетесь. Таким образом, в нашем шкафу образуются завалы, на кухне образуются завалы и в комнатах образуются завалы. На антресолях образуются завалы и на даче тоже образуются завалы. Мой рецепт такой. Не жалейте выкидывать и выбрасывать старые вещи, потому что, когда вы храните их, вы не даете прийти в вашу жизнь чему-то принципиально новому, хорошему и свежему. Пространство вашей жизни становится похожим на помойку или на болото, извините за такое выражение. Но это действительно так. Когда вы избавляетесь от старых вещей, вы распахиваете ворота свежему ветру в вашей жизни. И в вашу жизнь могут прийти новые вещи, новые деньги, новые люди. Именно тогда, когда вы перестаете держаться за старое. Не держитесь за старое, дайте дорогу новому. Ведь пока вы держитесь за старое, вы сидите на старом, вы живете на старом, вы дышите старым. Вы же не хотите стать старым, вы хотите стать молодым. Дайте пространство в своей жизни молодым вещам и всему новому, чем так богата эта жизнь. Наша программа подошла к концу. Помните, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет нить Ариадны, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и будьте счастливы!